Как раз. Ну-ка. Ух ты, кабарик. Вот она где. Ну-ка, давайте. Загуляем вы, наверное, уехали в деревню, да? Не знаю. Не писала ничего. Ничего не писала? Обычно она всегда просит. Тут что-то не было ничего. Вчера почему-то не было. Вчера троица. Вот сегодня у нас день троицы. Люди подходят помаленьку. Ну, а я показать голубей свои. Голуби вылазят. На той неделе я занятия вел у них. На той неделе. А, в смысле, Гарри? Ну, с детьми. Я имею в виду. О, Лена появилась. О, Лена. Иди сюда, Лена. Лена. Ты мне хотела щавель грядку сделать. Ты где она? С праздником. Ну, давай сюда. Все. Видите, как подходят люди. Я просто хочу заснять утро, как было. Во. А Севастьян на своем лимузине. А, какой Севастьян? Да это Андрей Головащ. Подвозят бабушек дорогой там цепляют кого. Хромых, больных. Для открыть ворота пошире. Вон, издалека там, видать, кто-то идет. Ну, руки-то трясутся. Виктор Андреевич, наверное, идет. Вот они как. Вот первое. Сколько? Вот это Юля прошла. Мама ее закончила медицинский университет с красным дипломом. У нас все интересные девчонки учатся и все с красными дипломами. А из ребят я не знаю. Да, из ребят тоже. И Севастьян с красным дипломом. То есть, учился на пятерке. А сейчас говорят, кто на тройке учится, тот более успешен. То есть, их зажимают, таких видно, или как понимать? Вот. Это Игорь Третьяков, семинарист. Муж Юли Третьяковой. Вот как детей называют. Акелина. Видите, вот Акелина. Вторая дочь Агафья. Тут у них Варвара. Варвара это уже у Николая Крущины. Видите, как. Даже название говорит, что не по самохотению. А на какой день попала, на тот день и такое имя Бог дал. А то святых некоторые вообще не знают. О! Христос. Да, Христос. Да, Христос. Да, Христос. Все. От Христоса. От Христоса. Ага, да. Но все равно воскресенье же сегодня. Да ладно тебе. Это придумали от Серафима Саровской. Тогда и праздника нет никакого. О! Это Надежда. Змуха. На это. Так. Мне надо показать тебе, где ключи лежат, чтобы все время проверять голубей. А то в прошлом году так. Захлебнулся, то насмотрщик-то. Если бы я на день еще опоздал, ни одного голубя не было бы. Вот, да все за рулем. У нас все, одни женщины за рулем. Ну еще, Андрюша, не забывай. Не, ну как я забываю. Значит, в субботу рано. К семье мы будем погрузку делать. Жалко, чтобы приехали, помогли. По роликам, по роликам смотрел, муку надо, сахар. Так, сахар. Сахар добыть надо. Сахар, мы тут все сделаем. Да. Доброе утро. Сколько надо будет? Встречаем всех, дорогие гостей. Сколько надо будет? Так, а? Сколько надо будет? Почти все заказали уже. Сахар еще надо купить будет. Все, я привезу сахара. Так, сколько надо будет денег дать? Никого, не сколько. Нам надо не мешок, а мешка четыре. Сделаем мешка четыре. Потому что, ты шофер-то предупредил? Да. Тут люди придут, приедут из других городов, ребятишек забирать. Да, да. Ну, все-то уже с двумя костериками-то пошло. Это все в общении. Вот он, Севастьян, приехал. Во! Давай. Так, не забывай. В субботу желательно к семи быть. О, Марья, прощаемся мы с тобой. Жалко-то тебя как. Ты наша. Я буду следить за этим. Иначе я накостыляю ему, если что, обижать. Да он не будет обижать, он кроткий. С праздником! Доброе утро. Это сегодня я решил показать, как утром приезжает тут наша столовица. Ваня спрашивал про собаку. Так как мы сейчас не в лагере, там на столе сумочки лежат, то разрешено ему, мы там прямо колосса, сейчас по-другому. Раз деревня, там конура будет у него. Я хотел книжку взять, учить собак. Надо или не надо? Надо. Он для того собаку и завел. Ну, у меня сейчас какие есть. Остальные книги тоже ушли. Я же дрессировщик был. Бугалон в розыске занимался. Сейчас ребятишки еще подойдут. Вот так. Так что ты отпусти на лето их. Нынче все по-другому. У нас на новом озере можем купаться теперь. Ну, там по-другому. Это в комнате, там электричество, там все. Ну, Енечка еще учится. У нас разогнали, Роспотребнадор, то она вот она пользует. Ну, они говорят, вы все выставляете, они раньше времени, а что они делать, в дом залезут? Нет. Енечка еще учится? Да. А Несторка помогать дома останется. Ну, давай. Значит, это обязательно как крещение. Девятого будет крещение, там люди будут приезжать. Тут уж обязательно сами приехать должны. Там мы в степи обед устроим, я уже думаю, как это будет. Давай. Чего ты хромаш-то? Болит. Болеешь. Так, может, это, я бы совет какой дал. Чего у тебя с ногой-то? Проткнуло или еще? До спины, Игнат Тихонович, так же, как у вас. А то у меня нынче зимой-то тоже нога-то заболела. Свозили, Игра, ничего не делали, пришел, как будто ничего и не было. Интересно до того. Встречаюсь сегодня с всех. Не забывай, на неделе меня, чтобы обязательно выехать. В понедельник? Нет, в понедельник нет. Но только не в среду. В среду тут у меня приезжает с продуктами. Хорошо. В вторник или четверг. Ты бы калерию-то отпустил. Там и купаться будет такое новое озеро у нас, такое мелкое. А я это, ну, новое озеро мы там сделали. Это для нее, который позвоночник или что-то поврежден, это самое лучшее, купаться. Мир вам. Ну, это не кто-то, а... Посмотрим, Владимирич. Знаешь, как, Рузвельт, что там болел-то? За утро. Сегодня тут ветки-то все обломали, березовые. Но украсили. Ну, тут я не разрешаю, ведь на батюшка привез. Доброе утро, за рулем. Пересадили, главное, всех сестер за руль. Еще посмотрим, выйду на улицу, есть кто или нет. Вот. Там, видать, издалека идут. Это все наши прихожане. Маленькая такая община. Столько внимания. Сегодня я выставил, что там обо мне? Спрашивает, говорит, о, Стеняев Олег, Владимир Головин, так, Каскун Максим. Все это дал, значит, интересуется. Мы можем показать, какой крест должен быть ровный, вот какой. Вот надписи, какие у нас тут не раз показывали уже. Пожалуйста. И вот если заходить здесь, то можно даже, о, перед ходом, написано, перед ходом в храм уже непосредственно. кто-то тут идет. ребятишки, я жду вас. Привет! Доброе утро! Ну, не забывайте. Так, в субботу в это уезжаем, к 7 часам быть здесь. В эту субботу уже уезжаете? Да, в субботу, Игорь, тебя бы забрать надо, хоть на недельке на две. Ты край нужен. Нет. Пыли-то сколько? По лесу шел. Ну, отрехай, говорит, на них. По песку шел. Вот, полностью делай так. Не приняли, где благовестие. По песку шел. Ну, да. Но тут-то приняли благовестие, а ты пыль-то трясешь. С миром, мир вам. С праздником. С праздником. Давайте. Мир вам, Добрый день. Слава Христу. А где-то не видно загуляевых-то. Уехали? Не знаю. Не знаешь, а? А я их жду. Вот, как будто никого больше и нету. Да, приедут и ворота закрывать придется. Что-то я Пупкова не видал еще. Еще, видать, время-то есть. Знаете, понагнали машин. Три, четыре, пять, шесть. Вот, седьмой стоял. Тут двенадцать машин загоняют. Такой ущасточек Бог дал мне. Удивительно. Тринадцать соток, все цветет. И это калина вот это вот такое. Такая она богатая. Два домика. В том вот я живу, а здесь устроили мы место собрания и молитвы. Так мэр города написал. Место встречи и молитвы. Представьте к каторжнику, как говорят. Бог взял, вот береза какая. Рядом елка. Удивительная елка большая. Добрый день. Вот это особенно интересно мне, когда перестало. Нормально, половина ролика записалась, а оба голоса. А дальше только один голос слышно. Один. Как это может быть один слышно, а другой нет? это намертво. Вот загадки какие нам ставит кто-то. Так что без тебя меня не шагу, Виктор. Никак. А тут перед этим это Надя тут заведует. Эти цветы будут растянуть. маленькие вот оно где. О! Пожалуйста. Болящая помолись она. Татьяна Новикова это домик, который там был. был у нее потом она заболела и срочно продала. нынче я отдаю загуляем так думаю. Вот еще идут кто-то. Михаил видно. вот он Сергей Пупков вот представьте какое украшение. Много ли машин таких где-то ездит чтобы такая надпись была. Такую надпись найти это чего-то стоит. Хозяйка пришла святам. Нестор он у меня с начальническим завязку сбоку сделай. Где-то она у тебя сзади оказалась. О, больше не надо. Дрессировка собак. Пожалуйста. Ну это не просто дрессировка он ущит других собак-то. А у него две собаки одна чемпиона России защитно-караульная служба не игровая не фаска не хаска Сергей Павлович Пупков профессиональный кинолог и вторая у него опять берет премии тут и Болтая уже первая взяла вот сейчас он вернулся взял три золотых кажется там две серебряных одну бронзовую по разным видам вот так так все готово полностью все снимать от начала до конца сегодня я с батюшкой договорился ну вот так я все о калерии говорил сейчас Константину вы готовьте ее там ей самое наилучшее место для выздоровления все они готовят причастники я зашел вовнутрь Вот они где сидят Я все говорю, чтобы Калерия просилась к нам А батюшка уже зашел Кто забудет, там у два глаза будет Не забывайте пословицы Игорь, никак нельзя узнать, причастники будут Ой-ой-ой, глазки какие Конечно будут, детей так кучать Нет, вручины нет, Агафья будет А, ну вчера ни одного ребенка не было Тогда что, ну да Ну да, у нас ради ключи нацелетом гереги Наши сокровища Гереги И распятие Особое распятие Говорят от растерянного священника По всей вероятности Там, где номериал теперь Там их казнили В старых казанской иконы Божьей Матери монастыря в Барнауле вылили Застреляли, хорошо шлемные Так, все готово Вот оно лежало Сейчас я заканчиваю И еще есть время маленько сниму Ну как раз в семнадцатом году Ну я так понимаю, Господь просто меня Чтобы я внизу